У меня в руках журнал «Доменные имена», который издавал наш регистратор Ру-Центр осень 2009 года. Очень интересное интервью про систему управления доменом Ру, как раз про то, как появился Координационный Центр в 2001 году, про то, как был избран Рос-Нерос в 1993 году, перед тем, как делегировали нашей стране национальный домен, первый национальный домен. Прошло уже довольно много лет, 11 лет с момента интервью. 30 лет уже в прошлом году отметил самый первый, сейчас мы его уже относим к национальным доменам, СЮ. Вот как в целом те основы, которые были заложены в 90-е годы, они правильные были? То есть выросла та система регистрации доменных имен, та система, которая обслуживает национальные домены. Вы довольны ей, как один из основателей этой системы? Ну, понимаете, раз 30 лет прошло, она все еще жива, то, наверное, правильно все было заложено. С другой стороны, мы же не изобретали велосипед. Мы воспользовались уже имеющимся опытом международных организаций и действовали в соответствии с рекомендациями, с РФС. И вот, поэтому система, она уже опробирована во многих странах и на многих доменах. Поэтому я считаю, что она в целом правильно все была устроена. И сейчас тоже достаточно правильно. Ну, могут быть какие-то замечания к конкретным формам реорганизации КЦ, например, там еще что-то. Но это мое личное мнение, могу его при себе держать, могу высказать, но это не является принципиальным. Важно, что построена система, которая имеет общественный контроль, который в качестве элемента своего включает государство. Раньше это была система ВЕТА, как вы помните, представитель государства, который мог остановить любое решение совета, которое представлялось там неправильным с точки зрения государства. А сейчас это прямое участие государства в координационном центре. Я, например, считаю, что это излишнее, но оно тоже работает, в принципе. Ну и также вот это вот разделение всей системы на административную часть в лице КЦ, на техническую часть. Раньше это был РосНейРос, теперь технический центр интернет, который в 2009 году, если я не ошибаюсь, был создан. И куда РосНейРос передал свои функции, ну и регистраторы. То есть система распределенная, конкурентная, контролируемая, поэтому, мне кажется, все нормально. В 1993 году, ведь российский домен появился не самым первым на постсоветском пространстве. Была определенная дискуссия, да, не было сразу единого мнения, кто должен управлять, как должен управляться национальный домен. Нет, ну это вот уже отражено в различных интервью, статьях. Действительно, оно появилось чуть позже, но здесь какие причины? Ну, во-первых, был домен СЮ, от которого все бывшие республики отказались от его использования. Ну, в основном отказались, официально, по крайней мере. И быстро получили свои национальные домены. А в России фактически домен был российским. И какое-то время он благополучно использовался и успешно использовался. Вся электронная почта на нем жила, в общем-то, тем более он был и задуман как домен для электронной почты, именно с географической структурой. Вот. А потом, значит, возник вопрос о том, что хорошо было бы все-таки национальный домен получить, раз мы имеем на него право. Пусть домен СЮ там и рабочий, но все равно ресурсы-то, они же на дороге не валяются, правильно? Вот. Есть новые государства, есть соответствующий код двухбуквенный, значит, надо его брать. Вот. Ну, а здесь, как вы правильно отметили, возникла некая дискуссия. Она была, ну, скажем так, стихийной, и не то чтобы даже дискуссия, а просто было подано несколько заявок на домен разными организациями, которые на первом этапе, ну, не хотели координироваться. Просто они все считали, что они достойны, так сказать, того, чтобы быть администраторами. Ну, известно, кто эти организации. Это Рилком, Демос и Фринет, то есть Институт органической химии. Ну, это такие зубры на тот момент, которые интернет, пионеры интернета в России. Ну, пионеры интернета, да, и наиболее активные организации, которые видели перспективу, видели, как применить все это дело для развития и для своей пользы, в том числе, конечно. Две коммерческие организации, одна некоммерческая, ну, а тоже оператор сети. И поэтому, да, в результате того, что было подано три заявки, и учитывая, что международные организации, они хотят разбираться во внутренних нюансах, там, почему так получилось, вот, почему люди не договорились, у них всегда был ответ простой, что, ребята, договоритесь, и вот мы выдадим, делегируем право на этот домен той организации, которая будет одна, вот, представлена, ну, скажем так, в рамках государства. Не то, чтобы от государства, а именно вот в рамках этой зоны, то есть, значит, которая относится к Российской Федерации. Ну, и пришлось там приложить определенные усилия, была там некая работа проделана, не знаю, надо ли здесь на этом останавливаться, но факт тот, что в результате переговоров, которые, конечно, заняли какое-то время, было решено выставить, как будущего администратора домена, российский НИИ развития общественных сетей, который был создан в 92-м году, ну, и к моменту, когда возник вопрос с доменом, он уже имел определенный авторитет, эта организация рассматривалась всеми как нейтральная, вот, ну, и, соответственно, в конечном итоге было решено, что это правильно, пусть будет нейтральная организация, на тот момент она оператором, в общем-то, какой-то крупной сети не являлась, вот, ну, и, соответственно, была подана заявка, а те заявки были отозваны, вот, собственно, и причина. А вы помните тот день, когда был домен делегирован, 7 апреля 94-го года? Да нет, вы знаете, я уже, как бы, вряд ли чего помню, ввиду своего склероза, но потом, понимаете, какое дело? Здесь я тогда не воспринимал это как какое-то безумное достижение, на самом деле, вся работа была проделана, то есть осталось уже, как бы, вот, получить этот домен, ну, в каком виде? Просто внесение в базу данных, значит, интерника, соответствующих уже данных по Роснейросу, и дальше уже мы получили право на использование этого домена. Поэтому здесь, как какую-то веху, там, такую, я это не воспринимал. То есть для меня было важно, что процесс завершен, а дальше уже, там, плюс-минус, там, день, месяц, ну, это особой роли не играет. Государство как-то принимало участие, когда эти решения принимались? Или вот на тот момент с должным таким, вернее, ну, не с должным, а скепсис определенный был у чиновников в отношении интернета? Серьезно его, по-моему, не воспринимали? Нет, ну, естественно, интернет воспринимался, во-первых, как некие игры этих яйцеголовых. Ну, известно, что все-таки эта сеть была построена как некий научно-исследовательский проект, пусть даже он начинался в оборонном ведомстве, да, американском, но все равно это научно-исследовательская сеть изначально. Вот, хотя она и предназначалась, там, для дальнейшего использования уже различными, наверное, государственными структурами, ну, как там было задумано. Вот, но факт тот, что это игры ученых, и поэтому истинные связисты, конечно же, интернет не воспринимали серьезно. Ну, там типа, пусть они резвятся, и поэтому достаточно длительное время государство вообще не вылезало в эти дела. Ну, в этом и плюсы, и минусы были, потому что, на самом деле, за рубежом все-таки государства различные вкладывали деньги в развитие научно-образовательных сетей, тем самым отрабатывались там технологии всякие, в дальнейшем они уже пошли на использование в коммерцию. Вот, у нас этого не было, но государство не поддерживало на начальном этапе никакие научно-образовательные сети, ну, разве что как побочное финансирование какой-то, вот, Институт органической химии, там, ИКИ, например, Институт космических исследований. В рамках различных корпоративных там проектов они начали развивать эти сети. Вот, и как-то там выживали. Ну, целевого не было финансирования. Ну, и, соответственно, Минсвязи вообще, по-моему, как-то на это смотрелось высока. У них там свои задачи были. Там, мобильные сети, там, ну, понятно, в общем. То, что было понятно для них, доступно, как сказать, вот, пониманию такого связистского сознания. Вот, они, конечно, потом перестроились, но это заняло какое-то время. А вот в какой момент триггер, что называется, сработал, и государство все-таки обратило внимание? И на интернет, и вот на доменную индустрию, в частности? Ну, вы знаете, я думаю так, что это началось тогда, когда появилось некое информационное пространство. А именно, вот, появились сайты вот эти вот все, да, веб-сайты. Тоже, получается, 96-й где-то, да? Да, да, где-то после 96-го, там, 97-й. Ну, вот это время, когда начался, кстати, всплеск регистрации доменов, потому что все захотели иметь домен для того, чтобы построить веб-страничку, да. Все-таки веб был таким, например, толчком. Ну, а как же, веб, это же в дальнейшем, да и сейчас многие воспринимают веб, как вот эта всемирная паутина, это вот фактически есть интернет. Ну, по крайней мере, был такой момент, когда веб идентифицировал с интернетом. Сейчас это любой обыватель, конечно, понимает, что это все гораздо шире. Есть там, кроме вебов, там, всякие ватсапы, там, фейсбуки, там, ну, это уже как бы... А на том этапе, ну, как вот простой человек увидел там возможность смотреть какие-то картинки, читать какие-то тексты в интернете, вот. И так и государство тоже, соответственно, обратило на это внимание. И пришло понимание у государства, что вообще-то что-то в этом есть. То есть это что-то в конечном итоге, что-то типа, как там, ну, говорили, нет искусства важнее, чем кино. Ну, вот здесь тоже пришло понимание, что, а может быть, это вот и есть вот такое кино, такое, да, такое. Я помню, тогда обсуждалось на первых российских интернет-форумах, серьез обсуждали, что интернет убьет телевидение или не убьет. Ну, да, конечно. Если посмотреть вот тоже 90-е годы, но на международную систему, боюсь даже сказать управление интернетом, потому что, ну, не было ничего еще, да, на тот момент, но появляется в 98-м году корпорация ICAN как некий, наверное, ответ на претензии и со стороны общественности, и со стороны государств определенных, да, вот это, в общем-то, она не является международной организацией, но она пыталась жить как международная, да, по правилам международной организации. Вот, то, что так мало законов, юридически обязывающих документов в сфере регулирования отношений, возникающих в связи с интернетом, это плюс или минус? Или это такая данность, с которой просто нам приходится жить и вот как-то теперь выбираться? Ну, на тот момент, когда ICAN появился, ну, понятное дело, что ситуация была такая с точки зрения государства, какая-то кустарная совсем. То есть можно было обратиться к Яну Пастеллу, например, получить у него какие-то там номера, что-то там. Вообще один человек отвечал за распределение. Ну да, он выполнял функции, значит, вот те, которые сейчас вот ICAN выполняет уже так на фундаментальной, такой централизованной основе, там все. Очень забюрократизировано. Да, да, ну, конечно, ну, любая организация, она стремится к бюрократизации, поэтому ничего удивительного тут нет. Вот, ну, понятное дело, что тогда это все было страшно кустарно и выглядело, по крайней мере. Оно работало, ну, было как-то очень кустарно. И необходимо было просто переходить к следующему этапу, который бы уже серьезно воспринимался бы и государствами, там, и какими-то корпорациями, чтобы была какая-то надежность видна, а то один человек там заболеет, там, ну, и все, и все сразу развалилось. Ну, так, шучу, конечно, но все равно. Вот, ну, поэтому ICAN и было решено создать. В принципе, по факту, именно по факту, а не юридически, это все-таки международная организация. Потому что там, она зарегистрирована в Америке, и поэтому до сих пор говорят, что это вот американская организация, ее американское правительство полностью контролирует, но это, понятно, что не совсем так. Конечно, юрисдикции, как бы сейчас уже нет контроля. Рычаги воздействия, вот наши люди-то, они сразу как-то воспринимают, вот сейчас на нее налоговую инспекцию нашлют и скажут, либо ты вот делай как положено, либо мы сейчас тебе тут, ну, как у нас иногда бывало, было и времена, конечно. Вот, а на самом-то деле там все-таки представительства есть разных и государств, и разных операторов. То есть это, как это называется сейчас, мультистейкхолдерная организация, правильно? А юрисдикция, да, американская, это не очень хорошо, конечно. Но я так понимаю, что в условиях невоенного времени это никакой роли не играет. Вот если вдруг возникнет какой-то тьфу-тьфу там конфликт, то, конечно, американское правительство может рычаги какие-то применить воздействие на эту организацию. Вот, ну, неважно. Короче говоря, пошел процесс взаимодействия официальных различных структур, государственных там и коммерческих, с вот этой сетью, которая на тот момент была таким неким аморфным образованием. Ну, сам по себе интернет, он такой достаточно аморфный, сеть сетей. Но вот его регулирование, его, как сказать, управление в каком-то смысле, оно тогда находилось, конечно, на таком зачаточном уровне. Ну, вот, а поэтому всякие законы и прочее, ну, они постепенно там позже уже стали появляться. И сейчас продолжает эта законодательная база развиваться. Но дело в том, что интернет, он все-таки межгосударственная вещь. И мы, вот, когда говорят о российском сегменте, ну, это именно сегмент. Это часть, значит, мировой сети. И она существует, физически существует, не видя границ между государствами. Вот, и поэтому возникает, конечно, здесь некая проблема разработки каких-то законов, которые, ну, были бы едиными, ну, правил, точнее, да, которые бы были едиными для всех государств. А для этого, ну, теоретически надо какое-нибудь мировое правительство, которое там будет законы эти какие-то... Ну, и уж как бы нет по камеру, а есть, да. Поэтому «Голос России» звучит, что надо передать по декиду ITU международную связь электросвязи эти функции... Ну, фактически ООН, там, скажем так. Ну, это, это подразделение ООН, да? Ну, да, это как один из вариантов. Как один из вариантов. Ну, как бы логика в этом есть. Я не могу сказать, что это вот прям позитивно будет как-то на общем развитии. Там просто другая система бюрократии. Ну, это есть, да. Ну, там тоже бюрок... Там бюрократия еще сильнее, чем в том же Айкене, сами знаете. Вот, поэтому, с одной стороны, переходя там в некую структуру отработанную, там, имеющую большую историю и большое количество различных документов, которые там как-то согласуются, есть механизмы согласования, но попадаем за то ужасную, на мой взгляд, бюрократию. Вот, и непонятно, как это скажется вот на динамике развития. Вот, поэтому над этим надо думать. Это же дискуссии-то они идут. Понятное дело, что никто не хочет здесь уступать. Вот, потому что тогда, если это перейдет в ITU, то тогда Айкен зачем нужен? Значит, надо думать о том, как бы он туда влился бы тогда. Ну, в общем, вопросов-то много. Много, безусловно. Ну, вопрос есть такой, да, конечно. Потому что тогда снимутся всякие подозрения о том, что Америка, но, с другой стороны, штаб-квартира вон-то, она все равно в Нью-Йорке-то, елки-палки. Ну, есть в Женеве тоже, европейское подразделение. А в Айкене тоже есть офисы. Тоже четыре офиса. Да, да, да. Сталбул, Сингапур, Брюссель и Калифорния. Опять же, есть регистратура типа Райпа, которая точно американцам никак не подчиняется. Это уж тут никак не подкопаешься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова